Это 27-я школа, здесь дети учатся, учатся убивать тараканов. Вот следы. Дети гоняют в школе тараканов. Сомнительное развлечение. Сомнительное, согласна. Они ползают и она просто их бьет. Ой, фильм ужасов, мы в школьной столовой. Внимание, красноярские школы захвачены тараканами. Сразу три жалобы за одну лишнюю неделю мы получили от школьников города. С 14-й нам прислали вот такое видео. Смотрите, какой там кабинет географии. Жалобы есть и в 70-й школе, но больше всего в 27-й. Вот такое видео прислали нам школьники. Говорят, сделаны эти кадры в их столовой. Причем уже в этом году, совсем недавно. Мы не могли не вмешаться. Пойдем проверим. Дети они молодцы. Они не только сняли тараканов на видео, они их еще, видимо, подавили. Смотрите, вот те самые розовые листики. Вот, пожалуйста, подавлен таракан. Вот еще несколько рядом на стене тоже. Я не думаю, что я привела сюда этих тараканов. Это точно? Вы мне говорите, их травят. А я вам говорю, вон на стене висит таракан. А если вот он в кастрюльку забежит, таракан? Их тут армия, они вас еще всех попередавят. Здесь у нас нет. Я вам скажу, где у нас есть рассадник таракан. Хорошая столовая. Вот здесь у нас таракан, и здесь у нас обед. Слушайте, пустота под плиткой. И там живут тараканы? Да. И все об этом знают? Санпин вас обязывает находиться на кухне в санитарной одежде. Ну да, обязывает. А где ваша санитарная одежда? Где? Тишина, извиняюсь. А, тишина. Ну вот ложку давайте уберем, чтобы санпин не нарушать. А зачем же оно вот так хранится вместе с ложками, да в холодильнике? А сыр вы маркируете? Вот у вас он порезанный лежит и заветривается. Сегодня он шел на накрытие, сейчас все это закроется. Ой, что-то полилось оттуда. Это что? Мы пока не можем идентифицировать продукт, найденный в холодильнике. А почему вы не клеите маркировки? То есть вы знаете, как это делать? Знаете, что это нужно делать? Не успела. Ну, че сказать, виновата, че? Мне что сказать. Почаевничать вы успели, а маркировку, говорите, не успели приклеить. Вам не выделяют денег на мусорку? Почему? Вот она мусорка. Ну это что за мусорка? Это коробка. Вот это, вот это что? Вот мусорка. Пойдемте к капусте. Что же вы так не любите-то, бедный овощ? Ну как вот так можно хранить? Яблоко свой товарный вид потеряла. Вам нравится вот это яблоко? Конечно. А зачем тогда кормить деток этими яблоками? Вернули бы их назад. Хорошо, вернем. В помещении, где переодеваются сотрудники, стойкий запах табака. Это что? Это гарнир. Бывший или будущий? Это бывший гарнир. А почему все это не выброшено? Почему заботливо стоит? Это заберут собаки. Какие собаки? У вас в школе собаки учатся? Нет, нет. В смысле, это Светлана Николаевна унесет своей собаке. Этот продукт должен быть свежим и охлажденным. Он просроченный и замороженный. Вы стерилизуете мелочь? Или что вы делаете? Мы здесь храним. А почему вы храните мелочь в полите? Типа сейфа у нас. Первый раз проверку увидела фонтанчик, который отвечает всем санпинам. Можно и попробовать. Еще бы жвачку оттуда вытащили. Рано похвалила я школу за питьевой режим. Здесь ничего не работает. Такое интересное совпадение. Везде, где мы сегодня ходим, появляются вот такие новые упаковки бумажных полотенец. Хоть бы распаковали, мы бы поверили, что они до нас здесь висели. Бумагу разложить успели, а вот прибраться так же оперативно не получилось. Смотрите, сколько времени здесь копился этот мусор. Фантики, бумажки, семечки и булки. Между прочим, от них потом и бегут тараканы. Круг замкнулся. Люблю я в кабинетах начальной школы проводить проверку на чистоту. Верю, что о самых маленьких особенно заботятся. Белая перчатка есть? Поехали! Неут. Жесткий неут. Каждый следующий коридор холоднее предыдущего. В спортзале температура 12 градусов, 12, а на улице даже не минус 40, а здесь 12. Занятия не проводят в спортзале пока. Единственное, чем может гордиться эта школа, это доброжелательность персонала. В остальном у нас сегодня было огромное количество претензий. Это не убранная в школе, постоянно переполненные мусорки и пыль. Это несоблюдение питьевого режима, отсутствие в туалетах бумаги, полотенец и мыло. Это абсолютный кошмар в столовой. Огромное количество нарушений только там. И, конечно, очень много тараканов, следы пребывания которых мы сегодня здесь обнаружили. Поэтому проверку новостей ТВК эта школа не проходит. А я напоминаю, от проверки никто не уйдет. Екатерина Кашучек, Виталий Суботин. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова